Уважаемые слушатели, я продолжу сейчас доказательства первой части теоремы Мордель-Вейля. И, значит, начну с обозначений. Я не буду напоминать все, что я делал раньше, а просто вот продолжу с того места, где мы остановились. Значит, обозначения. Во-первых, по лозам ПИТ, это вот будет вот это отображение АС при альфа равном альфа ИТ. Так что ПИТ это есть гомоморфизм группы точек в поле К. АС в фактор группы поля К со звездочкой по квадратам. При И и З, Н это, как всегда, у нас при индексе 1, 2, 3. И теперь я могу рассмотреть отображение Фи этой группы точек уже не в произведении этих групп. ПИТ, так сказать, векторное пространство К со звездочкой по К со звездочкой в квадрате УБИ. И это Фи просто есть произведение этих Фиитов. Так что Фи некоторую точку П отображает Пи1 от Пи2 от Пи3 от Пи3. Ну, в силу сказанного, это гомоморфизм для любой точки в этой самой группе. Теперь обозначим образ этого отображения через Д. То есть Д это и есть образ этого отображения. А это мы коротко обозначали эту группу буквой А. Так вот, первое следствие из того, что мы доказали, следствие 4, состоит в том, что Д изоморф на фактор группе А по двума. То есть как раз той фактор группы, группе, конечность которой мы хотим доказать. Как я уже сказал, доказательства, в силу доказательства этого следствия, в силу Лемма-4, это отображение Фи есть гомоморфизм. А с другой стороны, ясно, что по построению ядро этого, по определению, если хотите, по построению ядро этого гомоморфизма. Есть пересечение ядер Фиита. Ясно, что, значит, образ равен единице. Ну, тогда и только тогда, когда все три компонента являются единицами. Так что мы получим, что ядро этого отображения Фи есть пересечение ядер Кер и Т, ну, Фи и Эзен. Ну, и поэтому в силу Леммы-3, в этом и состояла эта Лемма предыдущая, что... Я напишу, значит, в силу Леммы-3 которая, между прочим, тоже доказывалась прямым вычислением, силу Леммы-3, ядро вот этого самого Фи, если ограниченного на А, ну, как раз совпадает с двумя А. Так что вот это самое утверждение следствия 4 доказано. Теперь я хочу доказать... Остается доказать, что... то вот эта группа Д – это конечная группа, это то, что нам нужно доказать. Вот это утверждение, на самом деле, есть упражнение по алгебраической теории чисел. Не очень трудное, ну, для людей, занимающихся алгебраической теорией чисел. И я вам, значит, это, как всё, что я здесь говорю, это восходит к этой... к Морделлу, я, в частности, смотрел его книжку. Вот. И, значит, сводится доказательство, конечно, этой группы, к следующему чисто... к следующему утверждению из теории алгебраических чисел, которые я вам оставлю в качестве упражнения. Это задача будет. Я скажу сразу, хотя я не знаю, кого-нибудь это заинтересует или нет, то, безусловно, решение всех задач и упражнений к этому курсу, если это сделать и собрать, то я это, безусловно, приму в качестве работы бакалавра, и это будет, по-моему, очень неплохая работа. Вот. Но это, конечно, дело следующего семестря. Я не знаю, заинтересует ли это кого-нибудь. Так вот, осмотрим конечное расширение. Это задача просто из алгебраической теории чисел. Рассмотрим конечное расширение. Ну, давайте я его обозначу буквой L, чтобы не путать нашим полем К. Конечное расширение поля Q, то есть поля алгебраических чисел. Конечное расширение полей L, L, Q. И, значит, в этом конечном расширении пусть выберем конечное множество идеалов, целых идеалов. пусть у конечное множество идеалов. Ну, вот, кольца целых элементов. Кольца O целых элементов поля L. И, положим, разводим некое множество вот элементов. Положим, значит, B. Это будет множество целых элементов B в этом поле, удовлетворяющих такому довольно необычному условию. Значит, они удовлетворяют такому условию. Во-первых, существует целый элемент гамма такое, что вот существует целый элемент гамма такое, что во-первых, β-гамм β умножить на гамма уже является квадратом. Ну, я пишу квадратом в k со звездочкой. Поле k со звездочкой, ну, это значит, что он является квадратом уже в кольце, потому что они оба целые элементы. Вот. Но, конечно, нельзя написать о со звездочкой, потому что о со звездочкой это просто единицы. Это, во-первых. А, во-вторых, идеал, порожденный элементами β-гамма, весь это, эту задачу нужно попытаться сначала решить для поля рациональных чисел, где все идеалы главные. И тогда вы почувствуете в чём-то дело. Так вот, этот самый идеал принадлежит нашему конечному множеству. Вот такое, значит, множество. B и рассмотрим подгруппу поля K, которое порождается этим в основном B. Я её обозначу через B большое, готическое. Значит, и рассмотрим, и пусть B подгруппа группы K со звёздочкой порождённая вот этим самым множеством. так вот, нужно доказать следующее, что вот что если я возьму значит, фактор группу B большое по пересечению этого самого B большого K со звёздочкой в квадрате, что вот эта группа конечна. Нам нужно доказывать конечность D, так вот, мы сведём к этому утверждению. Я напишу, что иными словами у нас отображение K со звёздочкой по квадратам. Вот такое было у нас отображение, на всякий случай, я напомню, Psi гноморфизм вот такой был. Мы обозначали его значит, через Psi K со звёздочкой по квадратам. Вот, значит, так вот, иными словами, что здесь написано, что если я возьму вот, ну, это по-разному можно сказать, но, значит, иными словами, вот, значит, B можно описать так. Вот, это самое множество. Вот, вместо того, чтобы писать B гамма, можно написать так, что это совокупность с бета таких, то то Psi от бета гамма нужно написать существует гамма, то существует такое гамма целое, то Psi от бета гамма равно единице. Ну, и бета гамма из идеал идеал VU. Ну, вот, значит, второе, конечно, это есть, означает, я напишу I, значит, как бы это сказать, доказывается, доказывается, что, вот, если я возьму Psi от B, то Psi от B будет конечная группа. Вот это ровно то, что я сказал. Вот. так вот, теперь после этого я сведу к этому упражнению тоже опять прямым вычислением доказательства леммы 5, которое это все, что нам осталось доказать. Лемма 5 состоит в том, что множество D конечна. Ну, вот, доказательства опять прямое, очень остроумное вычисление, ну, предложенное Морделлом. Вот. Ну, на самом деле сто лет назад, но эта книжка, вот, на которую я, конечно, ссылался, вот, сейчас я на всякий случай посмотрю, но, по-моему, я на нее ссылался. О, подождите, я не ссылался на эту книжку, но это есть книжка Морделла, которая называется «Диафантово уравнение». вот, вот, на нее ссылается Тейт, вот, в статье под номером 10, значит, этот Тейт арифметико-лептических левых, и он там, когда он говорит о теореме Морделла, он писает, что вот, в частности, она доказана в новой книжке, тогда это была новая книжка, значит, статья Тейта вышла в конце в 74-м году, вот, значит, эта книжка Морделла вышла в 74-м или, может быть, в 75-м году прошлого века. Так вот, не знаю, по-моему, она не переведена, и, в общем, ну, ее не обязательно переводить, потому что сейчас много книг по диафантовым уравнениям, и она, ну, вот, просто такой том, такая, в общем, ну, это Морделл, в общем, рассказывает о своих, о том, как он себе представляет теорию диафантовых уравнений, ну, то есть, это, в общем, середина или первая половина прошлого столетия. Сейчас это, конечно, все сильно развилось, в частности, в связи с компьютерными вычислениями. Ну, так вот, давайте перейдем к доказательству этой леммы. давайте рассмотрим конечное, ну, давайте рассмотрим такое множество. А, ноль я его назову. Это совокупность всех точек P на нашей рациональных точек на нашей кривой. Сейчас. Сейчас. Из EQ или по-видимому я должен нет, СК у меня тут. Да, да, СК таких, значит, пусть у них будут координаты XY и одна из этих координат равна нулю. Я написал X по множеству на Y равно нулю. И, кроме того, присоединим к этому множеству еще нашу бесконечно удаленную точку. и точка 0. Так вот, это множество, как нетрудно видеть, является конечным. Ну, давайте посмотрим. Я сейчас докажу, что у него не больше 6 элементов. Возьмем какую-нибудь точку из этого множества. ну, значит, если X равно нулю, значит, ясно, что Y квадрат равняется этой точке из этого носа, так что она лежит на этой кривой. Ну, значит, если X равно нулю, то отсюда следует, что Y квадрат равняется B. Но это уравнение имеет не больше двух решений. А если Y равняется нулю, то отсюда следует, что X является корнем этого уравнения XQ плюс AX плюс B. И, значит, X принадлежит вот этому множеству альфа и это корни этого уравнения. Ну, я напишу низли. Ну, и кроме того имеется, значит, здесь не больше здесь три решения и там не больше двух решений. Ну, если B квадрат, то одно. Так что отсюда следует, что 3 и 2 это 5 и еще бесконечно удаленная с точка, так что отсюда следует, что А0 число точек в этом множестве А0 не больше 6, ну, и, значит, число множества число элементов ФИА0 тоже не больше 6, правда? Так что мы можем пренебречь этими точками. Так что остается доказать, что конечным является множество Пи от А минус А0. Ну, эти точки я исключаю, потому что для них по-другому выписывается отображение ФИ. Теперь ну, а чтобы доказать это множество Пи от А конечное, если конечен каждый из образов, правда? Если я докажу, что ФИ1 от П конечное, ФИ2 от П конечное, и ФИ3 от П конечное, то кардинальность этого множества будет явно произведению кардинальности этих подмножеств. достаточно доказать, что для любого И любого из трех И множество ФИТ от А минус А0 конечное. Ну, поскольку здесь все симметрично, то мы можем, например, доказывать, что ФИ1 от И К конечное. Докажем, например, что ФИ1 от А минус А0 конечное. Ну, вот давайте это доказывать. Это делается прямым вычислением в поле К К вот такого же типа примерно, как то, что мы делали. Значит, давайте, ну, я просто это, я не знаю, как это объяснять, но мы сведем это утверждение вот к той лиме, которую я сформулировал в задаче 5. А задача 5 это очень хорошее упражнение для людей, прослушавших курс алгебраительской теории чисел, или изучавших алгебраительскую теорию чисел. Это просто такой тест на понимание того, что происходит. то есть, это, как я сказал, это надо сначала сделать для поля К, а потом понять, что в поле алгебраительских чисел дело обстоит ровно так же, здесь у меня, извините, было суда Л. что в поле алгебраительских чисел дело обстоит ровно так же, как в поле рациональных чисел, если вместо чисел брать идеалы. Вот. Ну, значит, давайте заниматься этим. Итак, пусть x, y возьмем какую-нибудь точку x, y вот в этом множестве а минус а 0. Это значит, что x, y не равны нулю. Ну, раз x, y не равны нулю, сейчас, всё-таки я одну секунду, что-то у меня тут вот это всё правильно но сейчас я должен а это, конечно, рациональные точки. Так что, так что я мог писать здесь не только e от k, а просто e от q. а 0 нулю, а 0 это множество точек из e от q всё-таки. сейчас, сейчас, я ещё раз уточню. Да, это несомненно так, потому что мы доказываем теорему Мордель-Вейля, и она о рациональных точках. Да, а это было множество точек q. Давайте, поскольку я сам, значит, давайте напомним, то а вот здесь нужно напомнить. А это много сорациональных точек. Мы доказываем, что эта группа конечнопорождённая. Это верно и для любого поля алгебраических чисел, но там доказательство будет совсем другое. Это уже сделано было позднее другими методами. Так что я давайте просто для точности я давайте я здесь я мог бы это написать, но давайте всё-таки для ясности я всё-таки здесь делаю q. И здесь тоже q. ну и тогда ясно, что я должен писать неравенство, потому что эти альфа и могут быть рациональными, но в общем случае они такими не являются. Так что здесь не больше, чем 6 точек. Мне просто достаточно заметить, что ноль конечное множество. Вот. Теперь я перейду к вычислению. Тогда у нас будет то, значит, я где-то написал, что то есть y квадрат равняется x куб плюс ax плюс b и x рациональное число. Ну, что значит, что x рациональное число? Значит, x это есть x1 делить на x2, где x1 это целое число, x2 это целое число, не равное нулю. ну да, мы договорились, что x и y не равны нулю. x2 это натуральное число, ну и дробь это можно предполагать, что x1 и x2 взаимно просты. давайте тогда перейдем к проективизации этой кривой. Тогда если я подставлю x1 и x2 то у меня получится то y подставлю в это уравнение эту дробь x1 делить на x2 и умножу на x2 в четвертой степени. Тогда получится что y x2 в квадрате в квадрате это есть проективизация этого полинома умноженная на x2 x2 умножить на проективизацию f от x1 x2 и я выпишу эту проективизацию f f f' x1 x2 это равняется x1 куб плюс a x1 x1 x2 x2 в квадрате плюс bx2 в кубе и и и замечу я сразу то х2 и то х2, причем общий наибольший делитель, но это в поле рациональных чисел уже, я просто считаю, что общий наибольший делитель х2 и f и dx1 и dx2, он есть общий, сейчас, х2, да, значит, этот член делится на х2, значит, это общий наибольший делитель х2 и х1 в кубе, ну а мы договорились, что они взаимно простые, так что это просто едино. Вот, давайте теперь введем такое обозначение. Положим, у, пусть су, это вот самый свободный этот, ух2 в квадрате. Тогда у нас такое есть обозначение, у в квадрате равняется х2 умножить на f тильда х1 и х2. А f тильда, а х2 и f тильды, они взаимно простые, и, значит, х2 тоже является квадратом, правда? Значит, я напишу, что х2... так что существует такое z, ну, вообще говоря, целое, не обязательно рациональное, и не обязательно положительное, то х2 делится на z квадрат, правда? Поскольку, ну, левая часть квадрат, здесь два взаимно простых числа, х2 делится на z квадрат. Но х2 тоже не обязательно положительное, поэтому я ему поставлю еще знак. Эпсилон, z квадрат, а эпсилон – это знак х2, и я буду так, вместо того, чтобы писать знак, напишу, что это х2 делить на абсолютную величину х2. Правда, это плюс-минус 1. Вот. Ну, и у квадрат равняется эпсилон z квадрат f тильда от х1 и х2. Теперь... Ну, отсюда следует, что у делится на z, так что существует некоторое число v из z, такое, что у равняется zv. Ну, и если я... То есть, v квадрат будет равняться эпсилон z квадрат f тильда от х1 и х2. и х2. И здесь, в принципе, и х2. То есть, в принципе, это равняется... Я разложу на множестве ли этот полином эпсилон на произведение х1 минус альфа и х2 и z. ну вот, это первое, начало этого саула вычисления. теперь давайте вот возьмем значит, давайте сделаем следующее. Давайте доставим и будет у меня 2 или 3. вот для 2 или 3 я введу такой идеал. Дельта и это будет х1 минус альфа 1 х2 раздается этот идеал двумя числами k х1 то есть 2 идеала будет дельта 2 и дельта 3 значит, минус альфа и х2 х2 я бы мог еще дельта 1 ввести, но дельта 1 это будет главный идеал х1 минус альфа 1 х2 про него я ничего не могу сказать и теперь давайте заметим следующее если я вычту ну, это идеал значит, разность этих элементов тоже принадлежит этому идеалу значит, отсюда следует что альфа 1 минус альфа и умножить на х2 принадлежит дельта и и кроме того если я первый элемент помножу на первый элемент помножу на этот элемент умножу на альфа и первое а вторую умножу на альфа 1 и вычту то тогда у меня получится что альфа и минус альфа 1 или я буду писать что все равно альфа 1 минус альфа и умножить на х1 тоже принадлежит дельта и но х1 и х2 взаимно просто поэтому я могу взять здесь линейную комбинацию х1 и х2 которая равняется единице и и поэтому отсюда следует так что альфа 1 минус альфа и принадлежит дельта и и я напишу ибо х1 и х2 взаимно просто иными словами значит если говорить об идеалах то это означает принадлежать это значит делить это я всегда всегда это значит что идеал дельта и делит альфа 1 минус альфа и это всегда так нужно запоминать я так поскольку это ну наоборот так сказать здесь такое это нужно запоминать например так вот если вы возьмете идеал состоящий из всех четных чисел то ясно что например 6 входит в этот идеал ну идеал из всех четных чисел порождается двойкой и идеал делит ну вот идеал порожденный шестеркой так что вот можно написать что дельта и дельта и делит идеал альфа 1 минус альфа и а что значит что один идеал делится на другой ну значит если разложить их на простые множители ну вот то будут там показатели у дельта и меньше чем вот у показателя идеала альфа 1 минус альфа и ну вот ну вот это я хочу записать у меня тут по-видиму я эти обозначения сейчас уберу и вот закончу доказательства так значит вот давайте 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 разложим метод идеал альфа 1 минус альфа и на простые множества пусть а 1 минус альфа и и нужно писать так из произведения простых идеалов поля поля к степенях а и от п значит где это целый идеал значит а и от п это не отрицательные числа и конечно только конечное число этих чисел не равно нулю а п от к где п от к есть множество простых идеалов всевозможных напишу всевозможных простых идеалов всевозможных поля к поля у меня еще не было обозначения поля к и кольца по целых элементов поля к теперь мне нужно найти теперь давайте вот в качестве множества у вот я хочу все свести к задаче 5 так что я вот выберу множество у положим у это будет множество идеалов состоящих вот из этих самых п значит давайте я так напишу произведение простых идеалов п степени c от p p от k значит они идеалы они кольца они не образуют конечно группы они образуют только мануид значит эти c от p принадлежат z ну они должны быть так сказать только конечное число этих идеалов должно быть отлично от нуля и они обладают тем свойством что они лежат между нулем и а1 от p у меня есть а1 от p у меня есть а извините а2 от p и а3 лет ну вот такое ясно что множество у конечно правда потому что только конечное число таких последовательности и правда что ясно что я напишу , так что это множество конечное но вот более того легко легко видеть то вот если я возьму такой идеал х1 минус альфа 1 х2 порожденные этим элементом и произведением двух остальных х1 минус альфа 2 х2 умножить на х1 минус альфа 3 х2 так вот этот идеал принадлежит множеству у ну потому что смотрите общий наибольший делитель х1 минус альфа 1 х2 и х1 минус альфа 2 х2 это есть произведение вот этих идеалов с показателями не выше чем а2 а общий наибольший делитель второго это есть произведение этих идеалов с показателями не больше чем а3 ну вот так же как в рациональных числах ясно что если вы будете брать этот общий наибольший делитель вот этих х1 вот этих элементов то он попадет в это множество вот я свожу это значит аккуратно к задаче к задаче 5 ну а теперь мне остается только заметить заметить следующее теперь давайте положим пусть возьмем бета вот я иду в обозначение задачи 5 только л я беру теперь равным к так вот положим бета х1 минус альфа 1 х2 а гамма положим х1 минус альфа 2 х2 умножить на х1 минус альфа 3 х2 умножить на х1 ну ну тогда элементы бета гамма элементы бета гамма и множество у удовлетворяют условиям задачи 5 и значит то множество в силу да и бета гамм ну в общем они удовлетворяют условиям задачи 5 значит я пожалуй вот здесь сотру это доказательство чтобы еще что-то написать они значит тогда это вот как задачи 5 у меня написано чтобы эта гамма целы где о это много 100 значит а это этих целых элементов это целые элементы потом бета гамма бета гамма эпсилон бета гамма эпсилон это где-то там было написано что это есть квадрат да это вот здесь вот написано вот так что бета гамма эпсилон принадлежит к со звездочкой в квадрате и кроме того идеал бета гамма эпсилон эпсилон это единица так что это все равно что бета гамма и значит этот идеал бета гамма эпсилон принадлежит ну и поэтому следует вот отсюда то вот если я возьму P1 то если я возьму P1 от поэтому задача 5 если я возьму P1 от A или это P1 от A минус A0 ну оно будет конечное тем самым лемма это было что лемма 5 лемма 5 лемма 5 доказ ну вот остается мне доказать предложение 1 ну доказательство предложения 1 состоит из одной строчки я вот сотру вот эту промежуточную доску и напомню основное утверждение которое вот мы доказывали уже некоторое время и которое есть первая часть доказательства теоремы Морделла вот конечно человек желающий заниматься ну теорией чисел должен после вот этой леммы и после того как я докажу вторую лему изучить работы Андрея Вейля где он это вот заменяет вычисления вычисления идеями так сказать вот он конечно вот очень интересно это проделать вот это конечно другая тема удивительным образом Андрея Вейля сделал это почти сразу после того как Морделл доказал свою теорему и я не знаю так сказать использовал он эти идеи Морделла или он это сделал совершенно независимо в общем эта история как-то мне неизвестно давайте я сначала закончу потом еще несколько слов скажу предложение 1 это было предложение состояло в том что если я возьму вот эту группу а и ее фактор группу по двум а то вот это фактор группа конечна доказательства состоите перед одной строчке значит это утверждение следует из Лемма 5 следует из Леммы 5 то есть вы доказали это утверждение а так сказать историческое замечание которое я слышал вы наверное уже может быть и не услышать и потому что этих людей уже как-то нет вот как-то мордель пожаловался но мордель я писал биографии математиков мордель конечно был старше гораздо андей вейля андей вейль это математик 20 века он родился в 906 или в 907 году вот а мордель это математик еще немножко 19 века он родился намного раньше там вот могу где-нибудь посмотреть но в общем он был намного раньше это был человек другого поколения и мордель как-то сказал ну а почему эта теорема мордель вы или я доказал эту теорему на что ему сказали ну знаешь что тогда ты хочешь чтобы это было просто теорема андей вейля потому что андей вейль доказал гораздо больше более общую теорему ну и тогда это просто очень будет частный случай теоремы андей вейля но так сказать вот по крайней мере в этом случае люди из уважения вот классику вот она называется теоремой мордель вейля вообще так сказать к этим названием теорем не следует относиться слишком серьезно вот это ну математики вот урок и общественности не очень известны и вот стараются увековечить имена своих классиков как они могут вот значит на этом я заканчиваю этот самый заканчиваю лекции вот первую часть этих лекций и вот как я вам говорил в конце первого семестра желающие могут сдать дифференцируемый зачет но пока что то никто не не выразил этого желания а в конце учебного года независимо от того сдали вы этот зачет или нет можно сдать экзамен по этому спецкурсу ну на этом я заканчиваю всего доброго уважаемые слушатели желаю вам хорошо отдохнуть промежутки успешно сдать все зачеты экзамены и я надеюсь продолжить это в начале второго семестр весеннего всего доброго редкостьvi Продолжение следует...